Добрый день! Сегодня вместе с вами мы будем шить женскую трикотажную блузку по выкройке Кати Мхедорян. Посмотрите, это такая интересная блузка с двойной полочкой и удлиненной спинкой. Здесь довольно-таки широкий размерный ряд от 40 до 60. Но перед тем, как распечатать всю выкройку, обязательно проверьте контрольный квадрат, который находится на первом листе. Итак, приступим к выкройке. Спинку я выкроила одну деталь со сгибом. Прибавка на все швы 1 см, по низу я прибавила 2 см. Шить буду из трикотажа с блеском. Посмотрите, это очень эластичный трикотаж и при этом нарядный и симпатичный. А что, праздники еще продолжаются и всегда хочется быть красивой. Полочка, кроица из двух деталей, зеркально отображающих друг друга. Посмотрите. Также прибавка на все швы 1 см, по низу 2 см. Рукава 2 детали, прибавка по низу 2 см, по другим срезам 1 см. Здесь очень главное пометить, какой стороной рукав будет пришиваться к полочке. Посмотрите, ставите букву П или что вам угодно. Итак, воротник. Тут у него в двух местах идет сгиб. Смотрите, с одной стороны выкройки идет сгиб и с другой. Поэтому вы складываете материал в 2 раза и обводите с одной стороны. Ставите пометочку, какой стороной воротник пришивается к горлу. А затем его зеркально переворачиваете и обводите с другой стороны. Посмотрите, как я это делаю. Прибавка по срезам 1 см. И вот такой вот воротник у вас должен получиться. Приступаем к шитью. Берем 2 детали полочки. Накладываем их одна на другую, соблюдая женский запах. И совмещаем их по проймам и по горловине. Скалываем иголочками. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь берем рукава и прикладываем их к полочке именно той стороной, которую мы пометили буковками. Скалываем их иголочками и будем прошивать на оверлоке. Во время сшивания необходимо следить, чтобы все три слоя ткани попали в шов. И так мы пришили оба рукава к полочке. Продолжим собирать все швы реглана. И с другой стороны к рукавам пришьем спинку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь складываем нашу блузку пополам, придавая ей вид блузки. И будем снизу по боковым швам сшивать сантиметров на 10. Это нужно для того, чтобы мы могли обработать нижний срез блузки. Теперь подворачиваем весь низ блузки на 2 см, скалываем иголочками и будем его прошивать на распошивальной машине. Шить будем по лицевой стороне. Посмотрите, я сначала начала шов на кусочки ткани, а потом уже продолжила на блузки. Вот так вот выглядит обработанный низ. Теперь сошьем до конца боковые швы и швы на рукавах. Воротник складываем пополам и сшиваем его по короткому срезу. Теперь будем пришивать воротник. Для этого на нашей блузке мы находим середину спинки и середину переда. Сам воротник мы складываем пополам, швами вовнутрь и также делим на две части. И эти меточки на воротнике и на блузке мы совмещаем. При этом швы на воротнике идут на спинку. Не забудьте следить за тем, чтобы обе части полочки попали в шов. И равномерно растягивая воротник, мы будем его пришивать к блузке. Для меня это был самый сложный момент в пошиве этой блузки, так как края на моем материале постоянно загибались и мне приходилось их выправлять, а это 3, а то и 4 слоя и следить, чтобы они все попадали в шов. Продолжение следует... Рукава также я подгибаю внутрь на 2 см и отстрачиваю на распошивальной машине. Рукава Продолжение следует... 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 Продолжение следует...